Всем привет! С вами Ольга Меликяна, канал GameStones. Рассказываю сегодня по вашим многочисленным просьбам о драгоценной шпинели. Кухилал. Это название с придыханием любили повторять все, кто неравнодушен к шпинели, а именно все гемологи и знатоки драгоценных камней. Что стало сейчас с этой нежно-розовой искристой шпинелью с Памира? Есть ли она там сейчас? И почему мы ее нигде не видим? Давайте узнаем. Кухилал. Это гора на юго-западе Памира. По сути, это территория страны Таджикистан. Кстати говоря, переводится Кухилал как Рубиновая гора. Именно там уже 10 веков находят прекрасную нежно-розовую искристую шпинель. Издавна такой цвет шпинели любили называть рубин-балэ, а еще местные жители называли их Бадахшанский лал. Стоит сказать, что очень часто помимо шпинели добывают рубины. Например, долина Магог в Мьянбе. Однако здесь на Памире рубинов практически нет. Поэтому, несмотря на то, что шпинель имеет красивый нежно-розовый до красного оттенок, тем не менее рубинов там практически не встречается. Хотя название Рубиновая гора осталось именно из-за того, что раньше не умели отличать свойства шпинели от рубина. И, собственно говоря, все камни такого оттенка были для жителей рубинами. Вообще могу сказать, что шпинель всегда путали с какими-то минералами. Ну вот, например, красную путали все время с рубинами или турмалинами, фиолетовую с аметистами, синюю с сапфирами, желтую с топазами. И получается, что аж до 18 века этот камень не имел своего названия, представляете? Хотя добывался при этом, можно сказать, веками. Еще в 11 веке персидский ученый Абу Мухаммед Ибн Ахмед Рейхан Альберуни предположил, что шпинель – это отдельный вид минерала. Просто об этом еще никто не знает. Однако до 18 века его предположение оставалось, можно сказать, нетронутым. И лишь в 18 веке бельгийский ученый Жан Демест установил, что шпинель действительно – это другой минерал и имеет другой состав. То есть это не рубин и не какой-то другой красный минерал. И именно этот Жан Демест дал название шпинели, что в переводе означает «шип». Если мы посмотрим на кристалл шпинели, то мы увидим, что она, по сути, как двойной шип, как такой ромб в объеме. Возможно, если бы этот бельгийский ученый назвал шпинель более красочно, то судьба у нее была бы более яркой и интересной. А так многие, кто не знает такого драгоценного камня шпинель, называют ее то ли шрапнель, то ли шпинат. В общем, как угодно, только не шпинель. И это очень обидно, потому что по свойствам, по характеристикам, шпинель ни капельки не уступает первой пятерке драгоценных камней. Сегодня сорт памирской розовой шпинели – рубин балле – входит в тройку самых дорогих видов шпинели по всему миру. Самыми ценными видами шпинели являются розовая, красная, сине-фиолетовая, голубая и лавандовая. Именно на эти шпинели, как правило, самые высокие цены. Какие свойства шпинели не уступают свойствам первой пятерки драгоценных камней? Давайте узнаем. Ну вот, например, твердость. Пожалуй, стоит начать с нее. Твердость у шпинели составляет 8 баллов по шкале Маоса, и она относится к группе самых твердых минералов в мире. При этом, прошу заметить, ее твердость даже выше, чем твердость изумруда, в ценности которого никто не сомневается и всегда причисляет к драгоценным камням первого порядка. Еще стоит сказать о прозрачности. Если мы сравним два камня рядом, поставим это шпинель или рубин, то шпинель, как правило, будет на 100% прозрачным камнем, в отличие от рубина, который имеет иголочки рутила, и, как правило, у него достаточно он насыщен включениями. Кроме того, у шпинели нет свойства плеохроизма, то есть изменение оттенка цвета в зависимости от поворота камня, от расположения его кристаллических осей, в отличие от рубина. И это одно из диагностических свойств, которые можно использовать для оценки отличия между шпинелью и рубином. Драгоценных камней с такой высокой твердостью, идеальной прозрачностью практически нет в природе. То есть природа подарила нам уникальный камень. В отличие от рубинов, месторождений со шпинелью намного больше в мире. Кухилал – это традиционная мека, которая притягивает к себе внимание всех коллекционеров и ценителей искристой розовой шпинели. Тем более, что если брать в расчет именно розовую шпинель, но Кухилал – это лучшее место в мире по ее находкам. Самые ярко-красные образцы можно встретить в долине Магока в Мьянме. А вот, например, роскошную синюю шпинель, а также интересную розово-красную шпинель можно увидеть во Вьетнаме. У нас в больших масштабах месторождений благородной шпинели не выявлено. Однако на Урале, на Среднем Урале, встречаются изумрудно-зеленые образцы, а вот в Забайкале можно встретить нежную шпинель нежного сиреневого оттенка. В нашей сокровищнице Эрмитажа хранится роскошный шатлен. Шатлен – это такой часы-брелок, который носили в XVIII-XIX веках мужчины. Так вот, этот шатлен, в него инкрустированы роскошные розово-малинового оттенка шпинели, бриллианты, золото, серебро, и смотрится очень эффектно. Ну и, конечно, один из самых ярких в мире образцов шпинели, правда, уже не розового цвета, а красно-малинового, это шпинель, венчающая большую императорскую корону Екатерины Великой. А как обстоит ситуация сегодня с розовой шпинелью с месторождения Кухилау? Благодаря гористой местности и труднодоступным участкам и сегодня еще есть неплохие залежи этой прекрасной розовой шпинели на Памире. Еще Марко Поло в XI веке, побывав на этих месторождениях, говорил, что залежи там огромны. Советские геологи не раз привозили удивительные кристаллы шпинели с Памира. Но, например, в 1985 году им удалось привезти розово-малиновую шпинель весом больше, чем 5 кг. Представляете? Если бы меня спросили о том, каким бы я хотела обладать драгоценным камнем, я, не задумываясь, ответила бы, что, конечно, это шпинель. Ведь такие подарки природа делает людям нечасто. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Завтра я расскажу о жемчужине Пилигрина, которая принадлежала княгине Юсуповой. И о том, имеет ли отношение эта Пилигрина к той жемчужине, которой владела Элизабет Тейлор. Желаю вам успехов и крепкого здоровья. Давайте думать о прекрасном. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!